Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Поскольку сегодня пятница, попробую сильно вас не задерживать, друзья, тем более, что вчерашний день по причине дня благодарения в США все-таки был освобожден от тех отчетов, которые мы обычно разбираем в четверг. Но все равно отдельные релизы были, мы сегодня о них, безусловно, поговорим. Ситуация на рынке за вчерашнюю торговую сессию изменилась не слишком сильно. В целом, я бы не сказал то, что для рынка была характерна серьезная влатильность. И связывая, опять же, ситуацию с днем благодарения и праздником, с фактом отсутствия на рынке определенных игроков, в соответствии с логичными ожиданиями, действительно, торги были несколько вялыми. Если сравнивать текущие котировки по большинству валютных активов и не только с теми уровнями, которые мы с вами констатировали на азиатской сессии вчерашнего брифинга, изменения произошли несущественные. Но в целом доллару удалось немножечко восстановиться, соответственно, локальная сила доллара, силу можно даже взять в кавычках, потому что небольшой откат, это, конечно же, не еще тот задел и претензии на более высокие котировки, которые мы хотели бы, чтобы выказывал доллар. Пока что небольшое восстановление, но все равно доллар и японская иена находятся ниже, не то чтобы 112, даже ниже 111.50. И остается вот надеяться сегодня в рамках второго сессии, что те отчеты, которые впереди, напомним, 17.45 по московскому времени, сегодня сразу же в одно и то же время у нас выйдут данные по активности в производственном секторе, активности в сфере услуг. Статистика важная, статистика важная, поскольку на основании этих отчетов мы можем принять решение о том, на какую статистику в будущем ПВП рассчитывать и сделать оправленные выводы. Можете посмотреть самостоятельно на ожидания в экономическом календаре, вы заметите то, что рынок волон оптимизма считает то, что за прошедший месяц активность в сфере услуг и производственном секторе оказалась на подъеме и будет выглядеть в более лучшем свете, нежели чем отчет, собственно, прошлого месяца. Ну, фактически реакция будет известна нам доллара позже, опять же, под закрытие торговой недели. Я допускаю, что сегодня, друзья, нам может помочь как покупателям доллара еще и классическое поведение рынка, когда после затяжных локальных, пусть и микротрендов, но все-таки хочется уйти с зафиксированным профитом на выходные. И связываю, опять же, это с тем, что суббота-воскресенье, соответственно, впереди сегодня трейдеры, которые поставили на слабость доллара, будут фиксировать все результаты коротких позиций. И это может сыграть на лапу уже покупателям, поскольку в любом случае выход капитала, который был привержен одному конкретному направлению, он провоцирует, опять же, перевес, перераспределение ресурсов и, соответственно, приводит к обратным движениям валютной пары. Если мы тут отметили по доллару и японской иены наличие импульса, который, собственно, и привел ее к текущим котировкам, значит, рассчитывать на то, что отката будет уже в сторону роста. Но обо всем мы, безусловно, поговорим чуть подробнее. Конкретнее давайте начнем все-таки с рынка нефти, который, вопреки той статистике, которая публикуется по штатам, вопреки здравому смыслу, логике, цифрам, фактам, что и нужно все-таки отыгрывать в первую очередь, пока не очень торопится. Снижаться, в частности, вчерашняя торговая сессия снова была закрыта со знаком плюс 63.11. Это клосс четверга. Сейчас мы видим бренд на отметке 63.14. Друзья, ничего интересного за прошлый день не произошло, но я наткнулся на очень интересную статью, обзорную от всем известной компании Райстрид Энерджи. Но известная она прежде всего своими амбициозными, опять же, комментариями, своими крайне невероятными прогнозами. Ну, для кого-то невероятными. Для меня, кажется, они абсолютно реальны, потому что, кстати, Райстрид Энерджи – это единственная компания, которая брочила еще в начале. Те, кто посещает брифинги, помнят и не позволят мне соврать, что мы делали акцент на эту компанию. Прогноз был то, что до конца этого года штаты вплотную приблизиться к планке в 10 миллионов баррелей в сутки. Я думаю, что текущие цифры, друзья, нам позволяют все-таки сказать то, что аналитики из данной компании были практически правы. Немного мы не дотягиваем, но при текущих темпах объема добычи, при текущих выгодах, которые получают американские производители, при планах, которые только растут по добыче с каждым месяцем, эта планка падет. Поэтому я практически не сомневаюсь, что наступит в ближайшие, опять же, годы, и это не очень растянутый промежуток времени. Я думаю, что уже, возможно, раньше 2020 года США смогут уже хвастаться еще и максимальными историческими объемами добычи, которые позволят говорить о том, что именно штаты станут нефтяной державой номер один. И, разумеется, перевалят за планку в 10 миллионов баррелей в сутки по производству, которая раньше, как вы знаете, была обозначена, достигнута только двумя государствами, это Саудовская Аравия и Россия. Не хочу далеко отходить от штатов, потому что я продолжаю, друзья, делать ставку на то, что именно американские производители создают главную проблему для всего рынка черного золота, в плане баланса. И каждый раз, когда мы обсуждаем с вами перспективу продления действия факта, соглашения, он, собственно, в следующий четверг, 30 ноября, не сомневаюсь в том, что эта сделка пройдет, это решение будет принято, потому что это решение должно стать правильным, разумным, логичным ответом нефтедобывающих регионов, которые заботятся о будущей ценовой конъюнктуре, на те риски и угрозы, которые идут со стороны американских производителей, потому что высокие цены на нефть, безусловно, стимулируют их, сланцевых производителей штатов, наращивать объемы добычи, обновляя вот локальные и по некоторым показателям уже даже исторические показатели по производству. В частности, я не хочу снова делать акцент на прогноз Международного энергетического агентства, я бы наверняка помнить, я просто делаю лишь дополнительный акцент, просите за повторение, на то, что в Штатах ожидается прирост добычи на 80 тысяч баррелей в, собственно, в следующем месяце, и при этом сейчас, на основании того отчета, который вышел от администрации на технической информации буквально два дня назад, мы работаем с приростом в 13 тысяч и говорим о том, что на текущий момент производство нефти составляет чуть ли не 9,67 миллиона, это не что иное, как максимум с 1970 года. Количество терминалов снова выросло, за последние три недели, две недели у нас рост этих терминалов, в прошлый раз, в эту среду мы получили данные подтверждения, что прирост составил 9 единиц, соответственно, сейчас я предлагаю не забывать о том, что в США есть 7 тысяч пробуренных, сглажен, но еще не введенных в эксплуатацию. Вот я начал обрисовывать ситуацию по нефти с тем, что мне удалось ознакомиться с материалом очень интересной статьи, которая указывает на то, что темпы отдачи текущих буровых, они сейчас находятся на максимуме за несколько лет. И когда в 2015 году мы говорили о количестве платформ вдвое больше, чем сейчас, по сланцевым производствам, так вот отдача от них была втрое меньше, чем сейчас от тех, которые есть. Соответственно, все больше и больше вводится в эксплуатацию ранних пробуренных скважин. Это позволяет нам рассчитывать на то, что темпы добычи будут сохранены. Я напоминаю то, что в свете последних прогнозов ОПЕК по росту сланцевой добычи нефти США, Ближний Восточный Картель и прочие, то что к 2021 году только сланцевая добыча может перевалить в Штатах за 7,5 миллиона, это исторический максимум. Я думаю то, что в ближайший год объемы добычи могут вырасти примерно в диапазоне от 700 тысяч до миллиона. И тем самым Штаты только за счет собственного производства полностью покроют примерно 70-80% нового спроса, который возникнет со стороны мировой экономики. И, как я уже отметил, при неизменности, опять же, тренда роста сланцевой добычи, они будут претендовать на державу номер один по производству нефти. Рентабельность находится на значениях от 40 долларов, то есть пока котировки на WTA держатся выше этой планки, бизнес крайне эффективен. То есть можно сказать, что для американских сланцевых производителей 40 долларов за баррель – это своего рода без убыток, скажем, говоря языком и терминологией трейдинга. Поэтому здесь нужно лишь, друзья, сделать для себя четкие выводы, к какому лагерю трейдеров вы относитесь. Я тоже повторяю об этом уже не раз, поскольку это важно. Я понимаю то, что у нас есть уже накопленный исторический опыт на протяжении всего 2017 года, то, что трейдеры весьма оптимистично закладываются под любое заседание ОПЕК, и мы традиционно видим, как котировки ролируют перед знакомыми событиями. Так было уже несколько раз. И то, что сейчас мы наблюдаем, статистика по штатам указывает на рост добычи, при этом котировки нефти не снижаются, а растут. Опять же, это явный сигнал того, что мы наблюдаем повторение о прошлых ситуациях, когда рынок закладывается под заседание ОПЕК и надеются на то, что участники этого факта смогут договориться о нечто большее, нежели просто продление соглашения до конца 2018 года. Я понимаю то, что вот этот настранический фактор, он является мощным фундаментальным основанием, и если котировки очень быстро развернутся, это не станет ни для кого неожиданностью. Вот поэтому больше склоняюсь, опять же, в пользу тех трейдеров, которые ставят на ослабление цен на нефть и ждут, что, собственно, закрытие этого года будет крайне неудачным для нефтянки, и таким же крайне неудачным будет 2018 год. Но не вижу, друзья, при всем уважении к покупателям, сейчас я более хорошего, скажем, более высокого по котировкам будущего для бренда и WTI, нежели вот чем котировки, которые мы наблюдаем уже сейчас. Хотя даже 63.14, которые мы видим на текущий момент, мне кажется уже чрезмерным. Я рекомендую все-таки присматриваться к продажам и искать для этого хороший уровень. Евро против доллара. Вчера европейская валюта снова подросла, но не то чтобы сильно. 1.1855 сейчас мы наблюдаем такие котировки. Причины роста евро это в локальной поддержке статистики по еврозоне Германии, это тонкий рынок, который, собственно, повысил спрос на рисковые инструменты, это снижение доллара и снижение доходности американских трежер с 10 лет, которые, к сожалению, сейчас топчутся чуть выше отметки 2.3, 2.32, если быть совсем точным. Это очень низкое значение. Мне для покупателя доллара, как для покупателя доллара, крайне болезненно сейчас наблюдать американский долговой рынок на текущих показателях, потому что я понимаю, что прежде чем мы всерьез можем рассчитывать на рост доллара японской иены с нового района 115, точнее, с нового района 114 и с потенциалом ухода в район 115, нужно, чтобы доходности трежер сдержались и были выше 2.4%. Но я надеюсь, что статистика может в этом помочь по доллару, и, соответственно, тенденции на рынке также могут поменяться. Доллар японской иены. Вчера мы очень подробно разбирали протоколы. Я снова напоминаю, друзья, то, что протоколы показали еще раз, что декабрьское повышение процентной ставки – это уже практически решенный вопрос. Но вот что явно насторожило и озадачило трейдеров, так это чрезмерный акцент со стороны представителей ФРС на проблематику слабой инфляции и отсутствия оснований и устойчивого роста, собственно, этого индикатора. Да, инфляция очень важна, инфляция важна и для будущих действий ФРС по процентным ставкам. Но все-таки, даже несмотря на то, что последняя риторика представителей ФРС указывает на то, что темпы повышения ставки в 2018 году могут быть более вялыми и сдержанными, нежели чем мы предполагали ранее, я думаю, что пока не нужно зацикливаться на 2018 году, потому что нам нужно еще прошагать с вами весь декабрь. А в декабре у нас как раз вот это самое заседание, и потенциал роста доллара, он должен быть все-таки еще отыгран. Вот, возможно, это последний шанс для американца реабилитироваться в моих глазах и в глазах прочих покупателей. Также, друзья, новости по оценке по налоговой реформе. В ближайшие 10 дней пройдет окончательное голосование. В частности, это окончательное голосование будет подкреплено итоговым голосованием уже в Конгрессе. То есть, вы помните, что все началось с обсуждения законопроекта в Палате представителей. Голосование за этот законопроект. Теперь, а и стать эту перенял Сенат, тоже обсуждение законопроекта, голосование. И в Конгрессе уже будут сводить два документа и фактически принимать решение, быть или не быть этой реформой. Да, очень много скептиков сейчас, и учитывая, насколько сильно разнятся мнения представителей, республиканцев, между прочим, и партийцев, но в разных ведомствах, проще говорить о том, что шансов на реализацию реформы в перспективе в ближайших месяцах точно нет. Но не стоит забывать о том, насколько все-таки для республиканцев, сторонников непосредственно идейной сейчас идеологии Трампа важно реализовать эту реформу. И я не оставляю лично таких субъективных надежд, что у этих ребят есть еще козыри в руковах, которые позволят им быть более убедительными, может быть, тогда, когда в этом возникнет острая необходимость. И налоговая реформа, по крайней мере, в формате оптимистичных ожиданий того, что вот-вот она должна случиться, тоже может выступить в любой момент мощным катализатором для американцев. Хорошо, что пока что нет никаких геополитических рисков в виде тех же самых словесных и не только инцидентов в отношениях США и Северной Кореи. Не хочется сейчас поднимать эту тему, потому что вроде бы как это уже о прошлом. Ну, хотелось бы, чтобы это было так. Поэтому по американцу, думаю, вам всем уже понятно. Лично я сохраняю позиции, направленные в лонг, и считаю, что есть катализаторы на повестке в ближайшие недели, которые могут развернуть американцев. Не забывайте также еще раз повторить, что сегодня те трейдеры, которые торгуют долларом, у вас есть возможность получить и фундаментальный катализатор. Это статистика по активности в производственном секторе и в сфере услуга. Ждем ее в 17.45 на московском времени. Фунт против доллара. Вчерашние данные по экономическому росту. Все в соответствии с ожиданиями. Полтора процента в годовом выражении и 0,4 в квартальном. Реакция, ну, можно сказать, то, что особо выраженной динамики по фунту мы не видели. Сейчас фунт торгуется рядом с отметкой 1.33, но не решается, чтобы закрепиться выше. Сегодня, друзья, несмотря на то, что никакой статистики значимы нет, я предлагаю снова переключить внимание на политические факторы, потому что сегодня премьер-министр Англии Терезы Мэй прибудет в Брюссель, чтобы снова встретиться с европейской, скажем, элитой переговорщиков. Все по вопросам Брэйзита. И, скорее всего, вопрос будут обсуждать, связанный с фискальными, вы помните, налоговыми обязательствами Англии перед Европейским Союзом. Мы часто еще говорим, потому что это своего рода откупные. Величина этой суммы, которую нужно будет перечислить Великобританию. Соответственно, надеюсь, что пойдется без негатива. И надеюсь, что Тереза Мэй не просто так в последний раз весьма оптимистично высказывалась, что вроде бы как ситуацию удалось сдвинуться с мертвой точки. И Англия готова к переговору, уже понимая, что пора делать определенные уступки для Европейского Союза тоже. Да, Терезе Мэй сейчас непросто, ей приходится балансировать, чтобы угодить всем и бизнесу, и гражданам Англии, и, собственно, переговорщикам из ЕС. Это крайне непростая задача. Но, опять же, в свете дальнейшей дорожной карты я вижу такие цветы в конце туннеля. И рассчитываю то, что сегодняшняя встреча может быть таким дополнительным голодком позитива для Англии, для ЕС и по вопросу Брэзита, и, соответственно, для британской валюты. Поэтому предлагаю вставить на прежнюю цель 1.34, тем более, что буквально день назад мы лишь немного не дотянули до этой бланки. Вы помните, что покупали мы фонд даже тогда, когда все его активно продавали. Надеюсь, что нам удастся застегнуть этого айтира. Доллар-канадец. Вчера у нас вышли данные по уроничным продажам. Слабая статистика, 0,1% в месячном эквиваленте прирост. Прогноз был в 9 раз больше, 0,9%. Ну, вопрос на засыпку, друзья. Как вы думаете, была ли столь слабая статистика, ожидаем? Если мы с вами постоянно говорим про низкие значения инфляции, про проблемы для экономики в виде слабой потребительской активности. Ну, здесь совершенно очевидная причинно-следственная связь, из-за которой Банк Канады, собственно, уже поплатился. Ну, то есть, когда они повысили процентные ставки, переставались, поскольку эти решения привели к резкому, чрезмерному приплению курса национальной валюты и притопили показатели инфляции. И вот сейчас приходится пожинать плоды всего этого, расклебывать в прямом смысле. Все это выражается в плохих данных. Если ироника плохая, то, соответственно, и темпы экономического роста тоже будут отставать от ранее позначенных планов. Поэтому доллар-канадец у нас постепенно уже подрастает. 1,2719 – это ниже, чем наша цель. У нас долгосрочные ориентиры 1,30, но вчерашний отсчет – это дополнительный сигнал, друзья, в пользу того, что нужно сохранять эти длинные позиции, потому что пока новостная картина, ну, явно складывается в пользу реализации этой идеи. Если бы доллар не позволил так сильно себя притопить, то мы бы уже больше недели наблюдали пару юзди, как выше отметки 1,28. Ну, ничего, давайте немного подождем. Собственно, это весь новостной фон, который я хотел озвучить сегодня. А, кстати, упустил франк, но думаю, что те, кто следил за этой валютой, уже поняли, что Национальный банк Швейцарии снова повторил важность проведения валютных интервенций и сделал акцент на то, что курс франка перекупит. Поэтому евро-свеси у нас, собственно, подрос, и доллар-франк тоже выбился с локальных минимумов. У нас по доллару-франку, как вы помните, как и раньше, ориентируешь сначала пробой прицеп, а потом 1,02. Но, опять же, эта идея будет реализована только в том случае, если доллар сможет уже начать огрызаться и оказать давление уже на своего оппонента и иены, получить поддержку от роста доходности трежерис. Большую ставку и надежду я возлагаю на статистику сегодня, на будущее решение по процентной ставке и все-таки на хоть какой-то прогресс по налоговой реформе. На этом, друзья, все. Хороших вам выходных, хорошего закрытия текущей недели. Уйдемся с вами в понедельник, как и всегда, в 9.30 на брифинге, в 16.30 еще пройдет наш традиционный вебинар, правильный понедельник. Не забывайте то, что очень важно на выходных сохранить бодрое расположение духа, хорошее настроение, потому что с каким настроением мы начинаем неделю, с таким, собственно, ее и заканчиваем. Мне нужен ваш настрой и, соответственно, жду вас всех, как всегда. А в понедельник, напоминаю, что прямой эфир, проходящий за перископ, можно поставить это приложение на ваши мобильные устройства. Также не забывайте делиться вашим видением ситуации, оставлять комментарии на нашем форуме о Маркетс, на канале на Ютьюбе параллельно. Если вас не затруднит, ставьте лайки, это не так уж и трудно. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok